В Ленинградской области завершился первый этап чемпионата России по ралли-рейдам под названием «Россия-Северный лес». Он вдобавок носит гордый статус единственной снежно-ледовой бахи на планете. А чтобы событием заинтересовалось максимальное количество зрителей, организаторы провели не просто гонку, а целый зимний фестиваль, главной точкой притяжения которого стал автодром и гора Драйв. Все поклонники активных видов спорта могли познакомиться со спортивными автомобилями, поболеть за любимых гонщиков, а также посетить церемонии старта, финиша и награждения призеров. Дополнили программу фудтраки, конкурсы, полевая кухня и лыжные забеги. Впрочем, основные события разворачивались вдали от самого автодрома. За три дня участники преодолели более 600 километров дистанции, включая 390 километров спецучастков. Самым напряженным оказался финальный гоночный день. Два трудных спецучастка и почти 350 километров общей дистанции, проложенной по коварному лесному бездорожью, стали серьезным испытанием. Добавило интриги то, что после двух соревновательных дней сложились интересные расклады среди экипажей, претендующих на подиум. Так, лидеры гонки, молодой экипаж Дмитрия Мартковича и Ивана Безденежных, уверенно оборонялись от постоянных атак со стороны своего ближайшего соперника, дуэта многоопытных Сергея Корякина и Антона Власюка. В итоге, взвинтив темп, Марткович стал первым и в общем зачете и в категории Т3. За третье место велась не менее упорная борьба. Как минимум четыре экипажа претендовали на бронзу, но удача благоволила Андрею Рудскому и Дмитрию Карпову. Также машина Андрея Рудского стала быстрейшей среди автомобилей класса Супер Продакшн. В зачете автомобилей класса Т2 Продакшн, где было заявлено шесть сильных экипажей, к финалу спортивная интрига накалилась до предела. Исход борьбы решили заключительные километры трассы. Отдавать победу Антон Мельников и Антон Николаев не захотели. А вот Андрей Сушенцов и Александр Щанов сдались под напором Андрея и Антона Динабургов. Очень стабильно проехал гоночную дистанцию экипаж команды Подмосковья под управлением Константина Иванова и Александра Горького. За ними золото категории Рейдспорт. Ну а подвела итоги юбилейного издания Бахи «Россия. Северный лес-2023» яркая церемония подиума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова